Так вот в этом году посыл. Наслаждайтесь музыкой. Наслаждайтесь ей. В принципе все. Добро пожаловать в Ялту. Из кромешной темноты появляется свет. Оживает природа. Природа начинает звучать. Природа начинает играть свою музыку. Ты слышишь эту музыку? Нам придется всем вернуться к природу. И начиналось все оттуда. И вот сами звуки, как бы ветерочек, водичка, костер, любые птички, любые животные, любые капельки, все что угодно. Как бы с этого видимо начиналось. И вот это действительно видимо открывает нас. Потом будем уже слушать сердце как стучит. А когда сердце услышишь уже, ты чувствуешь как пульс вселенной есть, планеты. И тогда мы соединяемся. И природа зазвучала. Она начала играть свою музыку. Вы слышите музыку, которую играет природа для вас? Человек начинает имитировать звуки природы. Человек начинает создавать музыку. Но чтобы был танец и чтобы заиграла музыка, нам ничего не нужно. Хотите пример? Да. Человек начинает создавать музыку. Поворотным моментом стал ритм. Ритм он всегда и везде. Ритм это биение сердца. Ритм это ритм ходьбы. Это работа. Дамы и господа, ритм. Каждый вдох, каждый выдох, каждый удар сердца, каждый шаг, каждый вообще лучик света, это есть ритм. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В гармонии с ритмом появляются и другие музыканты, другие звуки, появляется оркестр, ансамбль. Прикол живой музыки заключается в ее названии, в том, что она живая, в том, что ты чувствуешь весь этот групп, весь этот кач вживую от музыкантов. Когда мы слушаем что-то в записи, это уже как бы она живая была тогда. А когда музыканты играют здесь и сейчас, бывает такое, что, допустим, барабанщик сорвет, и он начнет что-то играть, и это отразится на своем танце, и это будет какая-то постоянная свежесть. И смысл живой музыки в том, что ты онлайн подключаешься к музыкантам, и тут нет такой мертвой материи, можно так сказать. Ты каждый раз, тебе надо держать ухо востро, чтобы быть очень чутким к каждому звуку, который исходит от музыкантов, и от всех вместе, как от группы, и от каждого в отдельности. Они постоянно предстали, и мы постоянно предстали под танцами. Вот и весь прикол, наверное. Появилась необходимость записывать то, что делают музыканты. Не все могли попасть на их концерт, или хотелось послушать этот концерт снова и снова. Появились носители. Пожалуй, одним из самых душевных носителей является винил. Его можно трогать, нюхать, вращать, крутить своими руками. Для меня это фетиш, фетиш предмета, и мне намного приятнее играть в винил. Я начинал играть в винил, и для меня это единственный способ, чтобы играть. Нет, нет никакого способа, пока мою руку укрепляет, и я еще хочу продолжать играть. На самом деле, винил я выбрал потому, что его просто интересно искать. Это как какой-то живой носитель, а также, как, например, мне намного интереснее читать бумажную книгу, нежели чем электронную. Когда я уезжаю на улицу, я действительно должен выбрать свой рэкорд. Это тоже частью диджейки, которая немного забыла с компьютерами. Я тоже играю и на Серата, использую цифровые файлы. Чаще всего в своем большинстве я играю в свои рипы с пластинок, потому что мне много жалко возить с собой ценные, хорошие пластинки, потому что я играю уже с 2003 года, и в период с 2003 года по 2015 год я угробил очень много винила, который уже невозможно, его невозможно уже слушать, он весь поцарапанный. Поэтому, если у меня сейчас есть хорошие пластинки на 7-дюймовках или на альбомах, то я эти пластинки рипую себе в коллекцию в Серата, оставляя на какой-то особенный случай винил. Для танцоров особо большой разницы нет в том, чтобы танцевать под музыку с винила, либо под музыку с компьютера. Но здесь есть определенная идеологическая составляющая, потому что диджеи, которые ищут оригинальные пластинки, они за них платят. Соответственно, у них есть какой-то стиль, потому что ты не будешь покупать ту пластинку, которая тебе лично не интересна, она не вызывает какие-то эмоции в твоей души. Если ты играешь в компьютер, то ты можешь скачать практически все, что угодно за бесплатное. И, как правило, у таких диджеей стиль может быть чуть-чуть меньше развит. Абсолютно реальная история. 2003 год. Сергей Смирнов. Санкт-Петербург. Московский вокзал. Так, что ж мне делать? Что ж мне делать? У меня много мыслей в голове, что ж мне делать? Какие мысли у меня в голове? Я только что потратил свою последнюю тысячу рублей на что? На пластинку. Московский вокзал, через дорогу магазин «База». Лиговский проспект, магазин «База». Я только что начал играть, собирать пластинки. Все деньги, которые у меня есть, я видел, куда их тратить. Куда же мне их тратить? Куда же мне их тратить деньги? Куда же мне их тратить? Через 50 минут электричка на Кирише. Через 50 минут электричка на Кирише. У меня есть еще деньги и пластинка. Я купил ее. Так, что же мне делать? Я еще хочу купить пластинку. На что мне потратить? Билет до Кирише. 200 рублей. Хорошо. Мне нужно купить булочку и кефир. Хорошо. У меня еще есть чуть-чуть денег. На пластинку не хватает. На пластинку не хватает. Не буду есть кефир и булочку. Не буду есть кефир и булочку. Так, заплачусь за полдороги до Кирише. Перепеку через вагоны. 100 рублей на дорогу. Все равно не хватает на пластинку. Хочется пластинку. Хочется. Хочется. Нет, не надо мне пластинку. Куплю булочку. Куплю кефир. Приеду домой. Вечером с ребятами попью пиво. Ой, еще на завтра останется 300 рублей. Хочется пластинку. Нет, пластинку. Или пластинку. Пластинку. Или... Поехали. Поеду домой, ничего страшного. Да, что, пластинка. Приеду, куплю. Нет, а если ее кто-то купит? Если кто-то купит через неделю, то его пластинки не будет. Не будет пластинки. Не будет пластинки. Но будет кефир. И кефира тоже не будет. Что же будет? Что же будет? 40 минут до электрички. 40 минут до электрички. Пошло все к черту. Пошло все к черту. Пошло все к черту. Вот эту, пожалуйста. да хорошо и это тоже хорошо все радио 56 квартира 2003 год мы собираемся все у нас на квартире у меня вертушки первые купленные в кредит мама мне дала денег мы собирались каждый вечер у меня на квартире я говорю ребята сегодня я купил постинки привет привет юрик ты помнишь это время смотрите я купил постинки сегодня у меня будет очень интересный день я это делал ребята я вообще я голодный есть постельки что же тут ребята завтра кочнем будем тренироваться прошло много лет 12 лет я это вспоминаю с ностальгией у меня вокруг меня много людей одинаковые истории сложившиеся судьбы людей с одинаковыми историями с одинаковыми ситуациями страсть музыка это страсть музыка это любовь музыка это это музыка спасибо ансамбли звучат вращаются виниловые диски но появились те кто режут смачные кусочки гармонии мелодии и продлевают жизнь этой музыки это битоделы это битмейкеры музыка 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 ливенаков Это как новая история Битмейкинг, битмейкеры Люди, которые создают музыку на битмашинах Используя для этого в основном ударные инструменты Битмейкинг, 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 битмейкинг Мы берем старую пластинку, которую уже все забыли Которая уже где-то в пыли Мы срезаем с нее сэмпл Мы его скидываем на битмашину На битмашине мы его разрезаем на куски Переигрываем этот сэмпл заново Оживляем его Создаем новую мелодию из старого сэмпла Под новую мелодию мы делаем бит Самое главное, что делает битмейкер Делает бит Бит он делает по-своему Как он чувствует, как он любит, как ему нравится Выбирает нужный темп, выбирает нужную мелодию, ритмику Настукивает, пишет сверху бас, компрессует все это дело И получается бит, то, что мы называем бит Язык музыки порождает язык танца Люди, которые пропускают через свое тело музыку Кто-то танцует в музыку, кто-то танцует в ритм Кто-то становится музыкой Музыка это пища для танцора Музыка для танцора это прежде всего вдохновение Это настроение Это то, что стимулирует танцора найти себя и открыться Субтитры делал DimaTorzok Музыка это самое главное Музыка это путь Музыка это дорога, музыка это эскалатор Музыка это ступеньки, это лестница Причина, почему наше тело начинает двигаться Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Музыка это главное Любите музыку, чувствуйте музыку И вы станете музыкой Субтитры делал DimaTorzok 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 То, что я понял, музыка для танцора Это главный учитель То есть мы будем всегда узнавать, что такое музыка И в конце концов все равно никогда не узнаем Короче, птицы живут Жизнь живет Вот так вот, дорогие друзья Ялта Summer Jam И солнце, лето, пляж Рядом ляж Все, побаловались и хватит Всем привет Здоровый образ жизни И здоровая мера понимания здравомыслия И естественное ощущение Все, всем много Не много, не, не надо много Всем достаточно Всего и всех благ И благодарим ОООООООООМ Субтитры делал DimaTorzok